Новинка приближающегося отопительного сезона от Министерства соцзащиты и труда интерактивный счетчик размера пособия для жителей. Все, что нужно, это компьютер в доме и доступ в интернет. Получить компенсацию имеют право те жители, чьи расходы на тепло превышают 10% от месячного дохода. Оказалось, что многие семьи сегодня не знают, могут ли они претендовать на помощь государства. Новый счетчик позволит это понять. Например, семья из четырех человек. Доход двух взрослых – 800 евро в месяц. В графы вносится сумма дохода семьи за три последних месяца. Сумма за отопление, скажем, составляет 55 евро в месяц. Проводится расчет и на выходе размер компенсации составляет чуть более 15 евро. Для того, чтобы справиться с потоками желающих проверить, не начислена ли им поддержка государства, мы создали счетчик. Если после проверки окажется, что лицу начисляется пособие, он будет приглашен в мэрию своего города или района. Те жители, кто предоставит вовремя необходимые документы до начала отопительного сезона, счет за тепло им придет уже пониженный. Если жители не успеют вовремя подать документы, то средства им будут возвращены. Только за последние два месяца. Около 70% получателей пособия – это люди пенсионного возраста. Но мы замечаем, что в эти списки стали попадать люди, зарабатывающие минимальную зарплату, одинокие люди и многодетные семьи. Компенсация актуальна будет также в тех городах, где цена за отопление большая, а доходы людей низкие. Это Акмянский район, Алитус, Калварийское самоуправление и другие. Чиновники утверждают, что за первое полугодие средняя сумма компенсации за центральное отопление уже достигла 20 евро, а за отопление другими видами топлива – до 36 евро. По данным министерства, на получение пособия на отопление горячую воду в этом году претендует около 181 тысячи жителей. Выделить из бюджета на это потребуется около 15 миллионов евро. Ирина Высокович, Мартина Светсбелес, Первый Балтийский канал.